Как уйти, но не сдаться? Как уйти, но не сдаться, о чем США пытаются договориться с талибами в Афганистане? Поиску понимания между различными афганскими группами и путей установления мира в стране, а также обмену мнениями о своем видении ее будущего посвящена двухдневная конференция по Афганистану, которая открылась во вторник в Москве. Она созвана афганской диаспорой России и может стать ощутимым шагом в процессе мирного урегулирования обстановки в стране. Так, во всяком случае, считает премьер-министр Афганистана Абдула Абдула, подчеркнувший, что это, правда, произойдет, если конференция создаст возможность для реальных мирных переговоров. За столом переговоров в Москве впервые собрались представители, по сути, всех тех сил, которые заинтересованы в установлении в Афганистане мира и стабильности. Представители правительства не приехали. Кабул на конференции представляет делегация афганских политических и общественных деятелей. В ее составе более 70 представителей от различных афганских политических партий. Делегацию возглавляет экс-президент страны Хамид Карзай. Движение «Талибан» прислало в Москву делегацию из 10 человек, каждый из них получил разрешение на въезд в РФ в индивидуальном порядке так же, как получают разрешение на въезд лица, находящийся под санкциями. В форуме принимают участие представители афганских диаспор из Ирана, Пакистана, стран СНГ и Европы. В МИД России приветствовали инициативу проведения форума, указав, что он воплощает в жизни одобренный международным сообществом принцип ведомого афганцами и принадлежащего афганцам мирного процесса. «Эта встреча организована не российской стороной официально, а афганцами, которые живут в Российской Федерации. Мы поддержали ее проведение в том, что касается логистики, выдачи виз участникам этой встречи. Считаем, что она будет полезной», — подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров. «Следует сказать, что московская встреча принципиально отличается от тех действий, которые в отношении Афганистана предпринимают Соединенные Штаты. Особенно на фоне их нынешнего стремления подмять под себя диалог с афганцами, вести его кулуарно, как это отметил Сергей Лавров, приведя в пример недавнюю американскую встречу с талибами. Напомним, в январе в столице Катара-Дахе прошли шестидневные консультации между представителями Соединенных Штатов и талибов. По их итогам стороны заявили о достижении договоренностей, согласно которым все иностранные войска, включая 14 тысяч американских военнослужащих, покинут территорию Афганистана в течение 18 месяцев после подписания соглашения. В обмен на эти талибы, которые сейчас фактически контролируют значительную часть территории Афганистана, закроют страну для террористических организаций, включая запрещенные в России Аль-Каиду и Исламское государство, ИК, и не позволит использовать ее для организации терактов и нападений на другие страны. Эксперты указывают на заинтересованность Вашингтона в переносе экстремистских действий сторонников ИК в северном направлении в соседнее государство Центральной Азии. Эти договоренности можно было бы назвать прорывными, если бы к ним не было вопросов. А их достаточно много. Почему, например, переговоры, на которых якобы идет речь о мирном соглашении, американцы ограничили лишь контактами с талибами? Почему на них не приглашены представители правительства, соседних стран, которым небезразлична судьба Афганистана? Наконец, как будут развиваться события в этой стране после вывода из нее американских войск? Совершенно очевидно, что в поиске ответа на них мы непременно придем к выводу о стремлении Вашингтона максимально обеспечить интересы США в Афганистане и регионе в целом. Как известно, война в Афганистане самая длительная в истории США, она продолжается практически 18 лет. За это время в Афганистане погибло около 2,5 тысяч американских солдат, больше 20 тысяч получили ранения. При этом первоначальная задача, поставленная перед вводом американских войск в Афганистан, уничтожение террористических группировок в этой стране так и не решена. Более того, к существовавшим к тому времени движений «Талибан» и другим террористическим формированиям прибавились новые. Так, на севере Афганистана сейчас обосновались вытесненные из Ирака и Сирии боевики ИК. Причем численность вооруженных сторонников ИК, она оценивается примерно в 10 тысяч боевиков, не считая спящих ячеек, а также их активность растут буквально с каждым днем. ИГИЛовцы не скрывают, что к числу своих главных врагов они относят и талибов. Возможно, это также подвигло «Талибан» пойти на договоренности с американцами, которые, как подозревают талибы, оказывают всяческую помощь сторонникам ИК по закреплению этой группировки в Афганистане. По оценке многих экспертов, весьма странная расположенность командования американских войск к ИГИЛовцам, в Ираке и Сирии их коллеги ведут с ними борьбу, заключается в заинтересованности Вашингтона в переносе экстремистских действий сторонников ИК в северном направлении в соседнее государство Центральной Азии. Нельзя также не отметить, что военное присутствие США в Афганистане привело к дальнейшему обнищанию страны, росту наркоторговли и массовой гибели мирных жителей. В этих условиях республиканская администрация США готова вывести американские войска из Афганистана под любым благовидным предлогом. Об этом уже не раз заявлял Дональд Трамп. Как подчеркнул на днях хозяин Белого дома, он не собирается тратить 51 миллиард долларов, как в прошлом году на содержание войск в Афганистане. Но Трамп не был бы самим собой, если бы тут же не сказал что-то противоречащее себе. Так, по его словам, США намерены сохранить небольшой контингент своих войск в Афганистане, в том числе и оставить разведку для наблюдения за ситуацией в этой стране, а при необходимости готовы и нарастить свое военное присутствие там. В то же время официальный Кабул опроверг информацию о возможном выводе войск США из территории Афганистана. Правительство Афганистана никаких переговоров с США о новой военной базе в Афганистане или сохранении американского присутствия после достижения мира не ведет, если в стране будет мир, военное присутствие не нужно, заявил глава исполнительной власти страны Абдулла Абдулла. В свою очередь, афганский президент Мохаммад Ашрафгани направил Дональду Трампу письмо с просьбой замедлить вывод войск из Афганистана. Афганский глава государства предложил разработать программу сокращения расходов и частичного вывода войск совместными усилиями экспертов обеих стран. В частности, предлагается сократить расходы миссий США в Афганистане на 2 миллиарда долларов в год за счет контрактов на обслуживание и ограничить вывод войск 3000 военнослужащих. Со своей стороны, американская корпорация РАНД прогнозирует, что вывод воинского контингента США из Афганистана приведет к ослаблению правительства в Кабуле и обострению гражданской войны. Как считают аналитики корпорации, если центральная власть в Афганистане ослабнет и в стране снова воцарится хаос, этим воспользуются террористические группировки. Кроме того, уход США будет означать поражение Вашингтона в войне и, как следствие, нанесет удар по авторитету Америки, предупреждают эксперты. Владимир Молчанов, Красная Звезда